Всем привет! Вы на канале художница Наталья Рязанова. В этом видео я расскажу о графике силы природы. Природа – это неиссякаемый источник энергии и сил для нас. В последнее время мы все чаще стали отдаляться от природы, окружая себя вещами технологического искусственного плана. Это синтетическая одежда, стены домов и автомобилей, еда с отсутствием натуральных ингредиентов, искусственный свет. Нельзя обрезать свои корни, лишить себя возможности питаться от этого древнего сильного источника энергии самой природы. Первобытная мощь природы, какими впечатляющими бывают природные погодные условия и пейзажи. Вызывает трепет и предчувствие надвигающей угрозы, сохранившимся на подкорке благодаря нашим инстинктам, унаследованных от древних предков. Живая сила природы, она действительно живая. Для того, чтобы питаться от этого источника энергии, нужно относиться к нему с уважением и любовью, как питаться этой огромной живительной силой, любоваться красотой природы, получать эстетическое удовольствие от окружающих пейзажей, тем самым транслировать позитивные эмоции и энергию. Природа очищает нас на ментальном уровне. Гуляя по лесу, любуясь облаками и закатами, слушая шелест трав в полях, ощущая аромат луговых цветов, вы почувствуете прилив сил и духовного умиротворения. В нижней части графики изображена голова хищника. Его эмоции, выражения морды мы видим грозный и свирепый оскал. Это нам говорит о том, что природа всегда готова дать отпор, защитить себя от человечества. Что мы сейчас и наблюдаем. Даже вирус способен перевернуть жизнь людей и подстроить ее под свои условия обитания. Вот изображение хищника тянутся нити, за которые держится пекущая девушка. Девушка олицетворяет всю силу, мощь и динамику природы. Но если присмотреться внимательно, ее выражение и эмоции, мы видим спокойствие и умиротворение. Потому что она знает свою огромную мощь природы, но при этом всегда находится в динамике, невидимой для человеческого глаза. Круговорот в природе олицетворяет плавные графичные линии, исходящие от бегущей девушки. Круговорот, который стабилен и неизменен. Вода, кислород и другие элементы, которые жизнью необходимы для всего живого. Если они не восполняются вновь, они могут полностью исчерпаться. Круговорот – это постоянный обмен элементом между водой, кислородом, землей, растением и животным. Однако деятельность человека вносит в окружающую среду необратимые изменения, нарушая извечный круговорот в природе. Мы невольно разрушаем хрупкое равновесие в природе и результат может быть очень плачевным для всего человечества. На графике помимо черного и белого цвета мы видим красно-алый цвет. Это цвет крови и, следовательно, это цвет жизни. Как и природа, что бежит по венам, это цвет, который есть в каждом из нас. Этот цвет дарит нам энергию и прилив сил. Природа вообще богата своими энергетическими ресурсами, что помогает нам жить и процветать. В повседневной жизни природа постоянно показывает свою силу. Даже хрупкое растение, которое пробивает сквозь маленькое отверстие через асфальт либо бетон, природа показывает, что для нее нет техногенных препятствий. Природа – это питательная почва для души, физический контакт с природой, цвет, запах, аромат, питание птиц, шелест листвы, шум ветра в кронах деревьев. Это полифоническое переживание затрагивает те органы чувств, оставляя в душе неисглазимое впечатление. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте.